Доброго вам утра, дня и вечера, я Баба Маша на канале Растительной Психоделики. Сегодня у нас второе заседание секретного клуба Психоделика. Всем привет! Хотел поинтересоваться, слышал такое, семена гормалы с кубенсисами употребляют и говорят, что продлевает длительность рипа. Как это вообще к этому относиться? Слышали что-нибудь об таком? Я не знаю, нужно ли. Можно регулировать длительность 3 по повышению дозы. Если ты возьмешь 5-6 грамм, тебе и гормала не нужно будет. Это 5-6-7 часов. Одно дело, если человек опытный психонавт, и он уже прошел и Крым, и Рым, и много лет этим занимается, да, можно начать какие-то усовершенствования. А когда человек никуда никогда не ходил, начинает сразу смешивать, то тогда он начинает спрашивать и задавать вопросы виртуальным бабушкам. Я это все пробовал и скажу, как будто это похоже на грибную ауязвку. А то, что трип продлевает, я не знаю. Но опыт был довольно интересный. А ты расскажи, какие у тебя различия были, если просто псилоцибин или псилоцибин с гормалой. Какие различия? Чем отличается трип? Ну, скажу так, когда я просто гриб ела, как везде пишут, да, визуальный эффект, духовные переживания, да, а вот когда вот именно с семенами, да, что-то я же волнуюсь. Была такая тема, я просто лег, закрыл глаза и все, у меня было такое впечатление, будто я погружен в свое тело, иду по джунглям, будто, знаешь, это вот, мое тело, это джунгли. Если об этом говорить, это нужно взять те же самые грибы, попробовать их в чистом виде, я думаю, через какое-то время повторить те же грибы с гормалой, и тогда уже можно будет сказать разницу, если кто-то хочет пробовать. А вот еще вопрос, только уже семейство склерообразующих, вот тампоненсис, вот склеры, я где-то вычитал, или мне даже вроде кто-то сказал в чате в каком-то, что их нужно для 3 по 20 грамм есть, не велика ли доза для них склерообразующих? Если ты говоришь о трюфелях, там идет 1 к 4, трюфели это в принципе мицелии, псилоцибиновых грибов, просто они так называются, склерообразующие, то есть если 5 грамм грибов кубенсисов, то склеры это будет 20 грамм, да, это однозначно 5 граммам псилоцибов, все правильно. Бабуль, а скажи, вот у нас тут на районах, да, с детства делают из-за дикорастущей марихуаны молоко варят, так называемое монага, также кашу с нее жарят, то есть масло на сковородке пережаривают, там 3 ложечки и трепуют, то есть как вот может быть слышали, что это такое, какое влияние оно ведет на человека, такое употребление? Ну какое употребление, если ты очень часто будешь употреблять, то начнешь меняться очень сильно, я сама варю это масло из-за обрезка своей марихуаны, пробовала я, микродосила этим, это можно употреблять в медицинских целях, как снотворное, снятие тревоги, снятие боли, то есть этим можно пользоваться как медицинским средством, а можно просто кушать и летать в облаках, оно никак тебя не убьет, и ничего с тобой не будет, но если злоупотреблять, даже зеленку, то последствия будут не очень приятные. Использование марихуанового молока или масла в треповых целях, это очень тяжелая накладная процедура, она не такая треповая, как например можно получить от психотелических грибов, это физически тяжело, дурнота, вертолеты и при передозировке просто человека засыпает. Понял, а вот недавно прям был случай, неплохую шишку, товарищ выкурил, и прям у него упал в обморок, у него глаза закатывались, человек вроде такой курящий, и вот такой эффект какой-то как бы, все нормально, а у него глаза закатились, там чуть ли не паника, у всех что такое, погледнел, губы посинели, у нас что это может интересно быть. Ну это в народе называется, бледного словил, перекурил человек, видимо у него было психическое состояние на тот момент, которое марихуана усилила. И еще одна из причин, у человека может резко понизиться давление, давление падает, человек падает в обморок. Марихуана вообще славится способностью снижать артериальное давление. А второй вопрос, где взяли шишку, была ли она чем-то прокапана? У меня вот своя трава, и люди, которые не так много курят, могут сделать 2-3 затяжки из бонга и получить вот ту же самую реакцию. Глаза закатываются, липкий холодный пот, и они уходят в трип. То есть по каким-то причинам человек просто отъехал в трип, перекурил. Если это не прокапанная нормальная трава, то ничего страшного в этом нет, человека можно очень быстро в себя привести. Ну, насчет происхождения точно не скажу. А как вот вообще понять, прокапанная, не прокапанная, и для чего на нее капают, и что на нее капают, как с этим быть? Или только выход один, свое только? Для чего капают, я не знаю, но можно взять какую-то прошлогоднюю старую траву и прокапать какие-то химикаты, и сделать на этом деньги, вероятно. Ну, просто для удовольствия же никто не капает и продает. Нужно спросить у тех, кто это производит. Да, своя шишка, это всегда своя шишка, а то, что ты покупаешь, никогда неизвестно, какие там химикаты, что там налепили, или шишка ли это вообще. Я почему об этом все время повторяю одно и то же, может быть, уже всем надоело, но с растительными психоделиками есть одна маленькая деталь. Уж если вы, друзья мои дорогие, собрались расширять сознание, то нужно его расширять хотя бы с теми веществами, чтобы вы знали, что это конкретно такое. Бабуля, вот такой вопрос по питанию, растишек, минеральными удобрениями или органическими, есть ли какая-то разница? Разница будет во вкусе. Я пользуюсь только своими собственными удобрениями от моих животных, и я никакой химии не добавляю. Разница очень большая при курении. Ты когда куришь, уже когда ты давно куришь, и куришь разную траву, и свою, и своих друзей, кто делает для себя на продажу, то химическая трава, она ощущается при курении, ты полностью ощущаешь вот этот химический привкус. Поэтому, если ты для себя выращиваешь, я тебе советую пользоваться своими удобрениями, или лучше вообще ничего не наливать, потому что, если ты обратил внимание, я не знаю, в каком районе ты живешь, вот у нас покупные шишки, они очень плотненькие, тяжелые. Такие дома без удобрений вырастить невозможно. Мои собственные шишки, они не плотные, они нормальные, обыкновенные, натуральные шишки, и они так не выглядят, как покупные. Поскольку трава у нас сейчас легальна, цены разные, от 10-15 долларов до 40 долларов за грамм, и можно встретить все что угодно. И ароматизаторы добавляют неизвестного происхождения. Это сразу определяется, когда ты 10 лет выращиваешь, и выращиваешь разные сорта, и имеешь дело с настоящим растением в аутдоре, то при покупке ты начинаешь ощущать искусственные элементы. Я знаю, что мои друзья, которые выращивают на продажу, они добавляют патоку, сахарную сиропку с той, а в последний месяц льют просто ведрами, для того, чтобы шишка набрала вес и плотность. Практически получается, покупаешь такую траву и куришь сахар, а сахар курить при жжении, он канцероген. Есть такая методика, флаж, люди, которые выращивают свою траву с использованием химических удобрений, последние 3 недели, 2 недели заливают свое растение водой, то есть промывают, промывают, промывают. Какой критерий? Обламывается черенок большого фенного листа и пробуется на язык. При присутствии химических веществ он горчит. После промывания он уже не горчит. Нейтральный вкус? Добрый вечер, я такой снял, спасибо. Ребята, всем привет, Бабмаш, привет. У меня вопрос такой, в общем, связанный с травой и эпилепсией. Можно ли, как понять вообще, можно ли человеку пробовать траву, например, CBD сорта или ТГК сорта, вот в зависимости от его диагноза? Как вообще это узнать? В интернете просто вообще никакой информации. Есть информация англоязычная, очень много, в ютубе полно. Есть дети, даже дети, которые принимают. Я скажу тебе так, у нас в штате Колорадо уже много лет, уже, наверное, 5-6 лет, есть детская больница, где лечат новорожденных с эпилепсией и разного возраста. Маленькие дети, по согласию, естественно, родителей, им дают масло марихуаны, и результаты очень хорошие. Особый акцент они делают на эпилепсии, которая не поддается коррекции митикоментозно. Лучше пользоваться цельной травой. Если вас интересует эта информация, она в ютубе есть, но не на русском. То есть, например, вот тот же синдром Живонс, это все вот можно именно на английском написать на ютубе, и там уже уточнить, да? Да. И соцветие тоже можно использовать. Да, ты используешь шишки и делаешь из них масло. Масло можно делать разными путями, там Рик Симпсон, это тоже самое масло, концентрат, по-моему, он алкогольный делал, без разницы. Но то, что только CBD, нет, цельная трава. И результаты хорошие, потому что количество приступов резко снижается, резко. У нас это давно началось. В Техасе у нас у одной девочки была эпилепсия, которой вообще приступы ничем не убирались, и отец подал в Верховный суд, чтобы ему разрешили официально для ребенка назначить медицинскую марихуану. Ну, какую медицинскую, ее медицинской не бывает, она марихуана, она есть марихуана. Большой процесс у нас был, отцу разрешили, девчонку спасли, и с тех пор у нас применяют при эпилепсии. Сами шишки, они не могут спровоцировать приступ во время курения? То есть, если он, например, пьет медикаменты и покурит, и у него там начнется какой-то приступ? С медикаментами я тебе сказать не могу, потому что смешивание чего угодно с медикаментами – непредсказуемый результат. У меня на старом канале есть, и на втором, Баб Маша какая-то, есть эпилепсия и марихуана. Я просто собрала ютуба англоязычные видео, перевела их и поставила все вместе. Спасибо, Баб Маша, за ответ. Спасибо, Дэн. Баб Маша, подскажи, Паша. Я как-то пробовал треповать несколько раз вот мухарамором, и у меня вообще ни разу практически не получилось. А в общем-то, грамм 10-15 кушал, и вообще, ну, я результаты не чувствую. Мне говорят, что такое не может быть, но вот как-то происходит. Это первый вопрос. И у меня еще один вопрос по поводу осознанности. Не мешает ли вот мухоморы, если делать микродозинг на постоянной основе, духовной, реальной осознанности, то есть без веществ? Просто есть мнение, что оно может как бы заменять одно другое. Если ты, например, с веществами осознанны, то без веществ ты не можешь быть таким осознанным. Во-первых, какие критерии настоящей осознанности или духовности? Во-вторых, кто-то, допустим, никогда не знает, как это, существовать осознанным и быть здесь, и не отлетать головой в прошлое или в будущее, и не зацикливаться на разговорах с самим собой, с собственным мозгом, если человек не знает, как осознанность ощущается, то он и никогда ее не достигнет в стрезвом состоянии. Поэтому ты можешь пользоваться веществами растительными, чтобы посмотреть, как это вообще выглядит, как это ощущается для твоего тела, а потом ты можешь это сам воспроизвести. Поэтому мне не совсем понятно, почему вопрос так ставится. Тем, кто не хочет, пожалуйста, не делайте ничего. Ни микротозы, ни психоделики. Это не обязательно программа, каждый выбирает. Мы можем выбирать то, что мы хотим. А вот это зачем это, кому это надо? Давайте так, вот кому не надо, те пусть ничего не делают. Вас же никто не принуждает. И формулировка твоя на постоянной основе, откуда ты ее взял? Мы здесь вообще не говорим ни о чем на постоянной основе. Во-вторых, я тебе скажу, что мухомор, он не триповой. В классическом значении этого слова, потому что мухоморный трип с физическими увечьями, когда человек находится в полном шизофреническом психозе, атака острой шизофрении, бьется головой об углы, пытается летать, ничего не понимает, бросается, атакует себя, окружающих, и ведет себя как безумный, хаотическое безумие. Это не есть классический психоделический трип. Это так трип кажется только тем, кто не в курсе вообще и не имеет никакой информации. По сравнению с тем, что дают другие растения, грибы, айвазка, кактус и все остальное, он вообще не триповой. Если человек вообще ничего никогда не принимал, наелся мухомора и попал в вот этот тошнотный, амнезийный турмойл, вышел и говорит, я был в трипе. Ну да, для них, кто никогда не испытывал нормальный классический трип, в их сознании трип проходит вот так, как он проходит с мухомором. Мне сегодня как раз написал человек, что он провел 15 или 20 трипов с мухоморов, ничего не понимает, все спутано, очнулся, на ноге гипс, колени разбиты, все разбито, квартира погромлена, весь в физических увечьях, и говорит мне, баба Маша, почему меня мухомор к себе не допускает? Да потому что ты бьешься головой об стену и пользуешься не тем инструментом. С мухомором еще есть такая неопределенность, там никогда не знаешь, сколько тебе нужно. С мухомором всегда или мало, или много. И когда много, уже поздно что-то делать, потому что ты сам себя не контролируешь, то ты впадаешь в такую хому ментальную, у тебя голова отключилась, а тело бегает. Хорошо, если оно лежит бездыханное, но если оно начинает скакать и бегать, и делать всякие обезьяне, совершать поступки, то здесь уже печально может закончиться для тела с физическими какими-то травмами. Не надо с мухомором треповать, уже вырасти себе немного грибов и посмотри, что такое настоящий трип. Если ты хочешь настоящий трип, то мухомор здесь вообще ни при чем, понимаешь? Поэтому ты 5-6 раз делал, ничего у тебя нет, все это так и есть. Очень редко, когда у кого-то бывают нормальные классические трипы с мухомором, редко. Физические перепады, когда ты мухомор принимаешь в больших дозах, они тоже не очень приятные. Еще замечу такую деталь, на которую стали обращать внимание мои подписчики, что реклама мухомора как психоделического средства идет в основном от продавцов. И когда люди едят их мухоморы 5-6-10 грамм, 15 грамм, и ничего не происходит, продавец обычно говорит, ты сам дурак. Или когда человек уже съел и перешел границу диссоциатива, набедокурил и вернулся домой весь в синяках разодранный, то тогда... Ой, уже мне даже надоело эту тему обсуждать. Понял, понял. Скажи, пожалуйста, есть ли какие-то научные исследования, которые подтверждают, либо опровергают влияние марихуаны на репротокацию человека? Вот именно исследования. Никакие там, не думайте, догадки. Вот если известно, можно было назначить. Здесь, в стране, в которой я живу, люди, которые курили с утра до вечера, они столько нарожали, что это называется baby boom. Вот я тебе об этом могу сказать, о репродукции. Просто на основании исторического наблюдения за нацией, которая здесь поголовно в 60-е, в 70-е, в 80-е курила, и вот сейчас я живу среди их потомков. Они нарожали такое количество людей, что у нас говорят, что пенсии нам не хватит. Вот после меня поколений пенсии не хватит. Потому что был у нас взрыв рождаемости на фоне вот этого марихуанного, так сказать, национального запоя на несколько десятилетий. Так что я смело могу заявить для товарищей кое-каких президентов Евразии, если вы хотите поднять рождаемость в данной вам на время стране, легализуйте марихуану. Ребят, кто сталкивался с таким, то что, когда у человека состояние бет-трип, то его можно вывести или, так скажем, приземлить из этого состояния с помощью выдувания рапе. Для того, чтобы вывести из бет-трипа, не нужно делать никаких специальных процедур и рапе. Просто обычно подойти, взять за руку, успокоить, поговорить с ним, как с испуганным ребенком, который спал во сне, испугался и начал кричать. Положить мокрое полотенце на плечи, сказать, что все нормально, ты под грибами, все хорошо, все хорошо, успокойся. Не нужно никаких манипуляций. Рапе это очень такая тяжелая манипуляция, особенно для тех, кто это никогда не делал. Если в первый раз еще на бет-трипе вдуть рапе, то мало не покажется. Не нужно экстремальные какие-то вещи для того, чтобы вывести человека из бет-трипа. Просто его успокоить. Спасибо. Спасибо. Неоднократно читал на форумах, алкоголь блокирует. Частично, не полностью, но частично блокирует эффект. Дэн, не нужно ничего давать человеку, который находится в бет-трипе. Ему просто нужно сместить точку внимания. Нужно просто понимать, что такое бет-трип и что конкретно его вызвало. Это когда человек завис или на плохих мыслях, или увидел что-то, что его испугало. И если его встряхнуть хорошенько и сказать ему Вася, это галлюцинация, ты скушал грибы, поэтому ты это видишь. Ничего этого нет, все хорошо, и этого будет достаточно. Не нужно никаких экстремальных манипуляций с человеком, который испугался. Это страх и испуг. Бет-трип это когда человек верит в то, что он видит, и у него начинается психоз, потому что он испугался. Маленько с медицинской точки зрения подошел наподобие инъекции. Ну, в принципе, да, но это обязательно нужен человек, который рядом будет находиться и наблюдать. Это обязательно, если кто-то решил экспериментировать. Тебе даже не нужно находиться с человеком в одной комнате, пусть он там себе лежит с повязкой на кровати и смотрит кино, но когда ему станет плохо, когда у него начнется бет-трип, так называемый, это видно, вот этот лихорадочный взгляд отсутствующий, красные щеки, пот или холодный, или в жар, или в холод бросает, и человек начинает метаться, потому что он зацикливался на чем-то страшном. Это просто страх. Любой бет-трип, это когда человек испугался. Если ему сказать, послушай, ты боишься того, чего нет, вот этого Змея Горанча здесь нет. Вот здесь вот я, стены, твоя комната, твой диван, все хорошо, солнце светит, вот твой компьютер, все нормально, ложись, успокойся, просто его отвлечь, отвлечь от той точки, которая его испугала. Не нужно никаких инъекций делать, не нужно никаких давать таблеток, лекарств, вдувать рапе или что-то еще. Просто успокоить, просто успокоить. Это очень легко сделать. Я хотел сказать по поводу слова Бабы Маши, действительно, у меня был бет-трип, и то есть так же он и сработал, то есть мне объяснили, я успокоился только после того, как мне объяснили, что я просто боюсь возвращаться, мое эго боится возвращаться, сопротивляется, и просто успокой свое эго и спокойно возвращайся. И только тогда на меня это подействовало и начало отпускать. До этого была очень ужасная паника. Поэтому, ну, вот эти слова поддержки действительно очень важны. Ой, извиняюсь, у меня просто такой вопрос. Вот смотрите, если этот бет-трип, ну, вот я просто очень, ну, сама у меня никогда такого не было, у меня даже опыт, ну, у меня есть микродозинг, опыт микродозинга очень даже положительный. Но именно в трипы я никогда не входила, и как бы, ну, пока что у меня даже желания такого нет. Но я просто насмотрелась, начиталась, я посмотрела про эти трипы, и вот, баб Маш, ну, ты говоришь, что, ну, успокоить его, а если человек действительно уже просто внеосознанке, то есть если он сажал там 20-30 грамм этих грибов, и он уже просто, ну, человек еще, допустим, массивнее тебя, вот как его просто успокоить, если он не видит вообще ничего, да, он видит вообще другую реальность, и, как ты правильно сказала, он вроде бы все понимает, но тело само по себе взаимодействует, само собой, то есть с кем, кого успокаивать тело или его эго, с кем там разговаривать можно в таком случае, потому что я как бы не понимаю, как можно вот вывести из такого трипа, кроме как путем вот методом этих ситтеров, которые сидят, да, и которые либо человека просто скручивают и уже тогда увозят в больничку и кладут, ну, под капельницу. Поскольку у тебя нет своего опыта, поэтому куски информации, которые ты где-то взяла, они плотно перемешались в твоей голове и у тебя все смешалось в один ком и ничего не понятно. Давай так, на растительных психоделиках, таких как айаваска, кактус, грибы, не может быть диссоциацией, когда человек мускулистый бегает, все крушит, себя не помнит и не отвечает на вопросы. То, что ты говоришь 20 грамм, скушать и отключиться, так описывается мухоморный трип. Во-первых, для того, чтобы пойти нормальному человеку в нормальный трип, если мы о псилоцибине говорим, ну, максимально там 6-7 грамм, если 20, то это совершенно ни к чему, и психоза на псилоцибах очень мало бывает. Психозы на псилоцибах бывают только у тех людей, кто не готов, кто не готов, кто еще не адаптировался, и сразу начинает с больших доз, и себя можно очень сильно напугать. Псилоцибы начинают с малых и идут дальше вверх до 5 на основании того, как тебе комфортно. Если есть опытный ситр, который сам не раз принимал грибы и точно знает, как он действует, тогда можно принять под его надзором от 4 до 5, или если человек принимал другие тяжелые психоделики, как айаваска или кактус, он тоже может взять 5 грамм сразу, не боясь, что что-то с ним случится такое, как случается с новичками, когда они без присмотра, без информации прыгают с самолета без парашюта. Ну а если мы говорим о мухоморах, я вообще не приветствую мухоморные трипы раз, а во-вторых, если человек 20-30 грамм съел и он уже головой об стену бьется и ничего с ним сделать нельзя, то не нужно звонить в больницу, там ему еще галлоперидол, как я всегда говорю, мухоморный трип обеспечивает накопление галлоперидола в ягодицах. Связать нужно такого человека, если получится, и пусть он лежит и там кричит, просто связать, больше другого ничего с ним сделать нельзя. Я всегда говорю, нужно думать о безопасности до того, как принимаешь, а не когда уже это случается. Мы уже говорим о предотвращении, а не о пресечении, когда уже это случилось. Те люди, которые идут с большими дозировками в мухоморный трип, это практически всегда бэд трип, и это не бэд трип в классическом варианте, как на псилоцибах или на айаваске, когда человек или не готов, или недостаточно получил информации и не понимает, что с ним может быть, и нет рядом человека, который будет его как-то направлять и объяснять ему, что происходит в это время. Мухоморный трип, если вы уже эту границу перешли и попали в диссоциатив, это всегда психоз, это острая атака шизофрении, это алкогольный делириум, это неуправляемое тело, мозги отлетели, и любые внешние раздражители просматриваются через очень толстый слой ваты, то есть повлиять на этого человека очень тяжело. Как правило, после подобных состояний наступает амнезия и сведения о том, что было очень отрывочные. Я вот задавал вопрос такой про молоко именно самого мухомора. Кто-нибудь принимал его или нет? Это когда мухомор, свежий мухомор, подкипёчивали немножечко на костре, у него выделялась жидкость, это молоко. Мы его выпивали, я три дня где-то был, я не знаю, где я был. Это сок, что ли, как я понимаю, который выпарил? Ну вот теперь мы все знаем, что не нужно так делать. Баба, конечно. Спасибо за опыт. Проснулся через трое суток, я после этого очень боюсь просто этой ситуации, но все говорят, что микродозинг это понятно. Самое главное об этом сказать здесь и сейчас. Мухомора это диссоциатив и наступает какой-то момент, когда у тебя твое сознание отделяется от тела и сознание твое ты или в кому впадаешь, или начинаешь летать по каким-то мирам, а тел твое остается здесь. Хорошо, если ты упадешь и будешь просто бездвижно лежать все эти три дня, а если есть люди, которые скакали по буреломам и которых потом вытаскивали застрявшими на сосне, не нужно экспериментировать, ничего хорошего от этого не случается. Баба, Маша, спасибо тебе за объяснение, но дело в том, что у меня по опыту это единственный раз у меня был тогда, я первый раз в жизни тогда встретился именно с чем-то, вот ты говоришь, там скакали, как это самое, на самом деле, да, скакал, не знаю, где скакал, весь перерезанный, весь перебитый, глаза порванные, там, блин, проби разбитые, все, я не знаю, где я был, третий тех дня. за тобой кто-то наблюдал или ты один носился по лесу? Баба, Маша, мы там, я клянусь себе, мы там были, нас было 7 человек и все в таком же состоянии, то есть за нами никто не наблюдал и, блин, пострадали, наверное, все, потому что у меня все было, все перебито, все глаза разбиты, там, блин, руки с синяками, там, и все остальное, короче, вот такая вот ситуация была. У меня есть один отзыв, человек прислал, они с палатками где-то там были и он ел, закидывался, закидывался мухомором, лежал, лежал, что-то там смотрел и потом ему что-то такое привиделось, стоянка была около озера, он пошел, вот как в одежде был и утопился. Он вообще не сознавал и ничего этого не помнит. Хорошо, что там были с ним ребята, друзья его, которые его просто вытащили за волосы, понимаешь, может быть, что угодно, ты не осознаешь, что ты делаешь, ты не контролируешь, что ты делаешь и можно над собой произвести что угодно, вот в этом опасность мухомора. На псилоцебении, когда ты лежишь в комнате и съел 5 грамм, такого быть не может, ты всегда себя контролируешь, ты помнишь, кто ты, как тебя зовут, в какой школе ты учился и как зовут твоих родителей. Мухомор, датура, сальвия, это диссоциативы. Вопрос, я так понимаю, насколько ты хочешь его задать, был такой, что получается молоко, именно молоко имеет какие-то особые вот это вот свойства, то есть свежий мухомор, немножко подогретый на костре и получается употребленный, что вот... Скорее всего, просто была очень большая доза, только и всего. Большая доза, Егор, я скажу тебе точно, там большая, небольшая, я не знаю, но у меня на глоток, я меньше стакан водки поднимаю, да, там было меньше, чем стакан водки, ну, то есть, чем стопарь водки. Ну, какой стакан? Ну, рюмка? Рюмка, ну, да. Этого достаточно, это практически сок, мухомора, концентрат, подогретый, иботеновая кислота перешла в муцимол, и получился коктейль Молотова в голове. Баба Маша, вы на связи? Да, я на связи. В общем, какой мы сделали вывод из твоего опыта? Мухомор не принимать ни в сыром виде, ни в больших количествах. Вот такой вывод. Ты про микродозинг? Микродозинг, да, это понятно, что... Но дело в том, что на тот момент, я через трое суток, я только начал понимать, что это я. Ну, правильно, ты описываешь. У меня таких отзывов, то, что о чем ты сейчас говоришь, тысячи. Тысячи. Я об этом знаю, я об этом говорю, я предупреждаю. Это отрицательный опыт. Все, точка. Положительного, если повезет. Процент очень малый. Здравствуй, Баба. Слышно? Хотел спросить два вопроса в последнем респезе мозга про данные реальности. Книга Роберта Энтона Уилсона это «Психология эволюции». И второй вопрос. Я заказал в чате два литра айаваски, а в поддержке не отвечают. Можете их палкой там потыкать как-нибудь, чтобы они зашевелились? Спасибо. Вот еще одна доверчивая жертва. Бабушка проводит тест на российских гражданах. Обладают ли они сознанием и внимательностью? Потому что у Бабы Маши в Ютубе более 500 видео и большое количество каналов в Телеграме. И под каждым ее творением написано, что Баба Маша ничего не продает. Даже если там стоит мой контент, мой аватар и мое имя, и я чего-то продаю, значит вас хотят кинуть. Хорошему человеку продающим хороший товар не нужно прятаться за моим именем. Я об этом говорю везде. Я ничего не продаю. Вообще ничего. Поэтому если ты что-то у меня лично купил, то тебя поставили на деньги. Про книжку, пожалуйста, подскажи. Это Роберт Антон Билсон «Психология эволюции» про тоннель реальности. С нее начать почитать и дальше все остальные. Прометей Восставший. Читай все, что у него есть. Все, что у него есть. Все, что на русский язык переведено, ты, во-первых, информации там для себя очень много откроешь. И он дает ссылки на других авторов, на другие книги. Его просто нужно подряд читать Вилсона. Он один из самых таких моих любимых. И он очень доступно пишет. Вот по сравнению с Тимоти Лири он намного доступнее. У меня там есть библиотека вот на этом канале, где плюс 18 ссылки. Там есть то, что на русский переведено, то у меня там стоит по Вилсона. Или есть ссылка, где купить его русские книги или где скачать. Обмаш повторно. Я везде очень часто был, все видел. Благодарю еще вас за то, что вообще встретил вас, конечно, в своей жизни примерно год назад. Это было вот все к этому и привело. К тому, что я сейчас здесь. Спасибо вам. Доктор Хаус, спасибо вам за то, что вы делаете вообще людей. Спасибо. И благодарю вас. Ну, опыта могу сказать, что микродозингу я пришел именно благодаря бабу Маше. Случайно на ютубе шарился по каналу и просто зацепился в психоделике. Думаю, для наркоманов что ли канал какой-то. Почитал, посмотрел микродозингу. И как раз сезон грибов был. А, баба Маша, раз зашел, послушал. Правильно, человеку кому-то надо что-то там. Как бы не допинг, это как бы одна ступенька там для понимания чего-то. А вам не кажется, что самое лучшее, это когда человек осознает и без вот этого всякого. Ну, когда вот человек сам начинает понимать, что происходит, без всяких там микродозингов. все правильно ты говоришь. Я еще раз повторю свою мысль, что микродозинки, употребление психоделиков или что-то такое, это необязательная программа, совершенно необязательная программа, ни для кого. Для того, чтобы осознавать себя и свою жизнь, можно или ничего не делать, или делать что-то другое. Психоделики, это очень узкая тема, не всем показана, и только для тех, кому интересно, понимаешь. И я пропагандирую микродозы только потому, что я врач, и я вижу огромные бенефиты приема микродоз для тех, кому это надо. Баба, привет. Привет. Начала слушать Роберта Адамса и что-то кипит голова. Ты слушала, читала, есть чего по нему сказать тебе? Каждый, кто говорит, выкладывает свое понимание. И рано или поздно находятся люди, кому это понимание, вот клик, и происходит сцепление. У нас у каждого будет свое понимание. Самое главное найти, если вообще это нужно, нужно просто проглядывать и просматривать всех, пока до тебя кто-то не донесет мысли, которые ответят на все твои вопросы. Если он тебе отвечает на твои вопросы, то да, вперед. У тебя мозг сам отберет нужные ответы. Баба Маш, а что ты скажешь вообще про осветление, про блуждение, как ты вообще видишь этот процесс? Никак, я не вижу этот процесс, я вообще не знаю, что это такое, потому что люди как бы оценивают это просветление как какую-то цель. Вот сейчас я ее достигну, и у меня все будет классно, супер зашибись. И деньги, и счастье, и партнер, и дети, и все такое. Не знаю я такой точки, я не знаю, что это такое. И наконец-то вот вопрос к тебе, если ты пробудился, опиши нам симптомы, как это выражается, и дальше-то что? Дальше, что ты в нирвану улетел, или стал богом, или что? Что случается? У меня нет такой точки, чтобы я ее могла охарактеризовать и сказать, просветление, это вот это, и вот это. Вот когда вы достигнете, у вас загорится над головой нимб, и вы можете воду превращать в вино. Это такой, как сейчас называют, и Грегор. Давай, давай, давай. Просветление мне вот тоже, я придерживаюсь, человек должен развиваться духовно, физически, просто надо развиваться. А можно поделиться опытом, опытом как раз-таки по поводу просветления мы сейчас начали, без вот психотереков и всего остального. Давай, 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 делись. Давай, Надя. Да, путь достаточно такой тяжелый, как раз-таки я и на Випасту не побывала, и есть у меня опыт такой интересной медитации, когда ты полностью, твое тело как бы чувствует себя вместе как бы единым целым со всем миром, когда ты полностью растворяешься, то есть полностью есть у меня и опыт выхода из матрицы и без всяких транс. И могу сказать, что каждый раз происходит квантовый скачок. То есть, где приходит какая-то определенная информация, вот, допустим, недавно, я сидела за компьютером, работала, и мне пришла в голову, ну, господи, а ведь на самом-то деле мне компьютер, таково, не нужен. Гаджеты, которые у нас есть, мы сами способны все вот это вот, воспринимать всю эту информацию, просто антену у нас не устроены. То есть, я не знаю, как это вот с пикоделиками происходит, как это ты перевариваешь, когда у тебя, как бы, какое-то осознание. Иногда даже не понимаешь, как с этим жить. Иногда чувствуешь, что ты так, ну, маленькой крышей потек, потом все равно идешь дальше. Идешь дальше, дальше, до свидания, плантого скачка, и оно никогда не кончается. Оно никогда не закончится, и я так думаю, что, ну, наверное, не хватит в этом местном костюмчике времени для того, чтобы прям дойти до конца и осознания прям распределения такого, что прям ты удесел. Даже сама жизнь, проживание и опыт нам дает осознание, понимание, без всяких психоделиков и без всяких занятий тем или этим, осознание, что такое жизнь, как это, и осознание себя, кто я, где я, откуда я. Тут я еще раз говорю, психоделики – это очень узкая специализация, так сказать, и для тех, кто интересуется. Они не в массовом порядке. Психоделики – это не массовая вакцинация и осознание. Бергер, ты хотел что-то сказать? Говорите, кто у нас. Добрый вечер, я хотел сказать, если можно. Хорошо, давай. Разрешите, баба Маша, огромное тебе еще раз спасибо. На самом деле, все участники, мне кажется, вы ленитесь в связи на ваши вопросы и информацию, которые баба Маша предоставила на всех каналах. И вот вопрос, чисто из любопытства, баба Маша, вот так ты считаешь во время психоделического трипа у диабетика, может повышаться сахар во время опыта, если это чуть-чуть идет в сторону БЭДа, например, либо наоборот, может ли это привести к гипогзокемии? Спасибо. Никита, я, во-первых, не могу об этом знать, даже если я и ходила в трипы с группой много лет, я не брала у них кровь на анализ, я вообще никак не связана с анализами, с диабетом и с трипами, и с БЭД-трипами. Вопрос, конечно, интересный, но требует специфических условий для его проведения. Да, это было бы как-то интересно, когда человек в БЭД-трипе с диабетом, а я тут со шприцом давай у тебя кровь возьмусь из Вены. Да, любопытно, поскольку все-таки диабетиков много, и как бы много кто практикует, но по факту такой информации нет. Так, спасибо, спасибо. А можно по сананге сейчас в продолжение спрошу? В общем, заказал себе среднюю санангу у продавца, у одного из, вот, и вопрос, как проверить, то есть, свежая она или нет, и вообще, вот эта идея, где-то заказать вот тюбик, да, и закапывать его, это вообще хорошая идея. Какие признаки? Во-первых, сам эффект болевой, когда сананга старая, она не дает такого эффекта, вообще не дает, ну, капнешь там, чуть-чуть жжение есть в глазах. Со временем запах появляется такой, явно неприятный, и она становится немного слизистой, и меняет цвет на более коричневый. Сананга, когда ты ее покупаешь, она может быть мутная, но все-таки полупрозрачная, не коричневая. А определять качество только по эффекту. Дело в том, что ты можешь купить самую сильную санангу и купить бутылочку дистиллированной воды, да даже кипяченой, и просто разбавить количество и сделать себе ту силу, которую ты переносишь. Поэтому среднюю покупать смысла нет. Ну, я брал самую сильную, вот по вашей рекомендации, я скажу так, особенно от первых, наверное, пяти дней, прям вообще караул, караул, еле сдерживался. Но потом ничего, потихоньку привыкаешь, но сила сжения вот этого самого входа в организм ощутимо постоянно. Да, сила ощущается та же самая, сжение то же самое, сила, но ты как бы успокаиваешься и учишься принимать. Я очень долго не делала санангу, наверное, год не капала. Я купила новый бутылечек, у меня и ноги дергались, и руки дергались, и хотела закричать и задушить собаку, которая в это время меня обнюхивала. И после этого жгло никак не проходило, и я где-то сидела минут 5-7 на диване, раскачивалась, пока прошло. Но я скажу, эффект был, ошеломляющий, даже вот утром я начала этот стрим и забыл совсем, что я капнула на ночь, а вот сейчас у меня один глаз хороший, стопроцентный, а второй подсел. Я сейчас хороший глаз закрываю и вижу, что у меня очистилась картинка, значительно очистилась картинка на плохом, близоруком. Самое главное, забывайте дышать, правильно, это спасибо, бабушка мне дала совет, чтобы замыкаться, однажды, да, я попробовал прервать, вот эту дыхательную практику, и эффект был совершенно другой. А вот когда продышишься, я все правильно сделаю, что это ощущение вообще космос потом. А, Маш, какие эффекты от сананги? Как и Бога она работает? Что она делает? Она убирает деструктивные изменения в стекловидном теле, расслабляет мышцы глазные, которые управляют глазным яблоком. У меня сананга очищает лобную пазуху очень сильно, и она дает такое спокойствие, баланс, ментальная жвачка прекращается, и у меня очень сильно это действует на ночное вождение, на ночное зрение. Я раньше без очков ночью не могла ездить, а сейчас уже какой год, ну, наверное, уже второй или третий, я ночью, я вообще без очков за рулем. В козерной коррекции есть смысл ее принимать? Потому что у меня сильно большая была миопия, и у меня вот в глазах остались всякие жучки, паучки, вот это все, она с этим может помочь как-то? Но жучки и паучки, это не от безорукости, это от того, что подсыхает с возрастом стекловидное тело, и вот эти вот складочки, они дают, или какие-то точные разлияния при нагрузке, убирает флотерс, убирает вот эти плавающие мушки, не до конца, но убирает значительно, очищается ясность картинки, краски, и как бы глубина. У меня музыкант носил очки раньше, он сейчас без очков ходит, он капает эту санангу постоянно, и он что-то там мутит со своим окулистом, они что-то там замеряют толщину глазного нерва, смотрят, как у него меняется, но пока точно нет у меня никаких результатов, он долго у меня не соглашался на санангу, потому что он видел, как я лежу и бьюсь на диване в судорогах и кричу, он сказал, что я дурак, что ли, я не буду капать, а потом увидел, что я ночью рассекаю на машине без очков, и говорю, а что ты очки-то не одеваешь, я говорю, а мне не надо. После двух курсов он выбросил свои очки. Тут тоже еще, знаешь, вопрос, он-то у меня все-таки в возрасте, у него может быть еще возрастное изменение, когда меняется близорукость на дальнозоркость. Какие-то такие точные тебе говорить эффекты, утверждать я не тоже не могу. Бабаша, она психоактивная, в России нельзя ее заказывать, то есть она что-то содержит, по-моему, все-таки богоин, да? Триповая и бога, где содержится большое количество и богоина, это дерево растет в Африке, и называется оно табернанте и бога, а дерево, из которого производят санангу из корней, оно называется таберномонтана индулата, и произрастает оно в Южной Америке, это два родственных дерева, но в сананге процентное содержание богоина очень маленькое. Понятно, а я, кстати, знаю, есть в Перу чирик сананга какой-то, это не оно же, нет, церемонии проводят, вот, я раньше искал, а потом увидел эти капли, хотел заказать, не стал, а сейчас вообще непонятно, что с легальной системой, в России тут вообще... Тут вообще трудно разобраться, с одной стороны богоин запрещен, с другой стороны в бутылочке 10 мл сананги, ну сколько там этого вещества, оно вообще не психоактивное, эти капли, они не психоактивные, я не знаю, как это квалифицировать с таможней, с этими законами, у нас и богоин запрещен тоже здесь в Америке, но у нас сананга продается практически онлайн везде. Буду изучать, я даже раньше не знал, что такое сананга, спасибо вам. Еще вопрос по сананге. У меня вот сананга, она такого темного цвета, коричневого, и бульбашки сверху, я, честно говоря, уже полгода она у меня лежит, боюсь ее даже капать. Если пузырится, выбрасывай, если она начинает пениться, свежая она тоже немного пенится, но ее нужно держать, во-первых, в холодильнике, не в заморозке, а в холодильнике постоянно, полгода, это очень много. Понимаешь, сананга, это в принципе, это просто порошок настойный на воде, и все, там никаких ни консервантов, я больше трех месяцев не держу ее. Я вот курс провела, и все, она меняет и запах, и цвет, и консистенцию. Поэтому полгода это очень много. Тебе, может быть, можно достать саму пудру коры и самому делать, насколько я знаю, порошок, пудра или корень долго лежит, гораздо дольше, чем раствор. Спасибо. Спасибо. Я читал где-то про санану, по-моему, давно-давно, что она по исследованию каким-то холенолитикам, вот это именно дерево, то есть, видимо, она за счет холенолитического эффекта, типа, как атропин в глаза капает, там, и камень, допустим, она что-то тоже делает, видимо, слабенько, или, я не знаю, или сильно, с глазным дном, то есть, возможно, расширяет его, то, что пишут в англоязычном пространстве. Все клинические исследования, которые проводились семейством Табер Монтана в 84-м году, в 2002 году, они показывают, что это семейство деревьев обладает антимикробными свойствами против большого спектра бактерий, включая даже стафилококк, кожные инфекции, респираторные инфекции, и также воздействуют на резистентные формы бактерии при пневмонии, сепсисе и глазной инфекции. Особенно у людей, которые носят контактные линзы. Затем, в 2009 году исследовали экстракты, обнаружено антигрибковое свойство, включая кандида, также показано, что вид Табер Монтаны имеет сильные антиоксидантные свойства, противораковые, исследование было еще в 1977 году, антиинфломаторные, то есть противовоспалительные исследования 2003 года, снижение температуры, противовоспалительное и обезболивающее. Пока еще бездоказательно, но очень многие источники говорят о том, что капли сананга дают положительные эффекты при глазных заболеваниях, такие как глоукома, катаракта, астигматизм, слепота, затем указание на то, что это детакс для всего тела, улучшение восприятия, улучшение цвета, и также убирает внутреннюю агрессию, положительное влияние на ментальные дизорды, такие как зависимости, депрессия, панические атаки, указание на то, что сананга перезаряжает энергетическое поле. Сами индейцы всегда говорят, что существует спиритуальная болезнь, которую они называют панема. Причины панемы, спиритуальной болезни, это негативные энергии в теле. Ну вот, сананга убирает панему. В канале где-то есть, да, эта информация? Есть, есть, есть. У меня по сананге есть отдельное видеоролик, и у меня есть канал вот здесь, где вы присутствуете, там есть отдельный канал по эффектам сананги, который люди мне присылали, я туда ставлю отзывы. А, Маш, а ИБГИ, расскажи, пожалуйста, очень интересно послушать, в Африке прям была племя не битья. Четыре видео я сделала после выхода из этого ИБГАИННОГО ТРИПа, он длился 72 часа, у меня на самом моем первом канале, у меня, в общем-то, и канал начался после этого ИБГАИННОГО ТРИПа, у меня очень сильный шок был, мне вообще не надо было туда ходить, у меня вообще никаких показаний не было ходить туда, и пошла я чисто из интереса. У меня есть полный отчет, у меня был очень большой шок, я после этого три месяца не разговаривала, потом у меня открылся рот, и из моего рта вылетела Ну что, какие у нас еще вопросы есть, кто-то хочет поделиться? Давай, мистер Икс, а потом Рэндом. Маш, недавно вот читала интересную очень книженцию, может, будет, возможно, Дэниел Эверетт, психоантрополог, этнограф, вот он ездил в племя Пираха, и, может быть, слышала ты, и вот мне очень момент впечатлил, он с утра, значит, какой-то крик-шум там на берегу реки деревня, и вот он выбегает, и все, ну племя столпилось, и что-то на той стороне, они кому-то машут руками, на той стороне реки кто-то, ему говорят, ты смотри, там дух, ну ты что, разве не видишь, вот он туда пошел, сюда пошел, вот он нам помахал, вот он наклонился, а он это все в упор не видит, и вот такой момент интересный, то есть это их воспитание, это их реальность, они живут в этом мире духов, мы живем в чем непонятно. Да, я согласна, все зависит от прошивки, все зависит, как структурирует наше внимание, если, допустим, нас обучать с детства видеть духов, то наверняка мы их будем видеть, и да, мы имеем чисто субъективное видение, то, что соответствует нашему материальному строению, нашему виду, все мы видеть не можем, мы видим только то, что способствовало нашему выживанию. Уже ученые квантовой физикой и астрофизики говорят нам о том, что возможно все. Мы в любом случае, как квантовой физики говорят, мы есть единый суп, единое желе, в котором мы существуем, видимое, невидимое, то, что мы не видим, вот это вопрос большой, потому что линзы у нас очень слабые, и все, что угодно может быть вокруг того, чего мы не видим, точно так же, как мы не видим электричество, мы не видим икс-рей, рентген, мы не видим радиоволны, но они же есть, вот допустим, с антенны отображаются на экране телевизора, мы это никак увидеть не можем, но если мы поставим соответствующий приемник на пути этого источника, появляется изображение, очень много есть о чем подумать и повеселиться. Ну что, ребята, дорогие, я с вами прощаюсь, и еще раз я вас всех прошу, кто здесь есть, если вам в личку кто-то скидывал, купите-купите, сбросьте мне ник и сбросьте мне их данные, чтобы я их выкинула со своих каналов, спасибо вам, благодарю всех, кто пришел, будем обсуждать, собираться. Спасибо. 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 Всем хорошего. Спасибо большое. Доброй ночи. До следующего воскресенья. До следующего сбора, я не знаю, как в следующем воскресенье, но я сообщу скоро, как мы все соберем. Всем счастливо. Всем счастливо, да, спокойной ночи.